Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем общаться с министром социальной защиты населения Амурской области Натальей Викторовной Киселевой. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, есть возможность нас подвести, во-первых, итоги 2019 года, если говорить по вашей линии, по линии социальной защиты населения. Каким он все-таки был этот год? Достаточно непростым был год, потому что кроме обыденной работы, в рамках которой мы обеспечиваем предоставление мер соцподдержки, создаем условия жизни для наших людей, которые проживают в наших социальных учреждениях, было ряд направлений новых для нас, в том числе, вы знаете, что поставлена задача президентам о реализации национальных проектов, их достаточно много, и один из национальных проектов, он лежит в основе нашего министерства, мы его курируем, такой интересный проект, национальный проект, многофункциональный, нацпроект демографии. Конечно, цели поставлены очень амбициозные, и в рамках указа президента, он так и называется, о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года, и основная задача всех и органов исполнительной власти, всех, кто работает над этим проектом, это обеспечить естественный рост численности россиян. И чтобы достичь такую, можно сказать, глобальную задачу, необходимо еще ряд целей социальных решить. Это увеличить продолжительность жизни, а это напрямую связано вообще с деятельностью, в том числе и органов здравоохранения, и социальной защиты. И вторая такая социальная цель, это повысить благосостояние народа, сделать, конечно, жизнь более достойной, качественной, чтобы каждая семья принимала для себя решение рождения ребенка. И поэтому вот этот год, наверное, он и ознаменован тем, что нацпроект «Демография» и вообще все нацпроекты зашли на новый виток развития. Уже все, кто внедрился в этот проект, уже имеют четкое понимание, что надо делать, какие цели стоят, какие инструменты должны, какие инструменты работают, какие не работают. Вы знаете, что в 2019 году, допустим, органы соцзащиты начали реализовывать новые демографические меры, которые направлены именно на повышение рождаемости именно жителей Дальнего Востока. Вот это такое точечное направление, и мы уже можем сказать о первых итогах, получилось у нас это, не получилось, вообще работают эти меры или нет для достижения общей национальной цели. Ну это вообще самый главный вопрос, если честно, Наталья Викторовна. Поэтому как вы на него ответили однозначно? Получилось? Работает это? Ну, наверное, все-таки любой проект на первом году своей реализации нельзя сказать, что он удачный и получившийся. Потому что, во-первых, с этим проектом и вообще с этими инструментами готово знакомиться само население. Мы знаем, что ребенок рождается в большинстве семей Планово, да, семья просчитывает и свой уровень дохода, какой он будет иметь на перспективу, когда родится ребенок. И у нас на сегодняшний день, конечно, большая проблема, что рождение ребенка всегда снижает благосостояние семьи. И, конечно же, наша работа в 2019 году, это было больше проинформировать население, показать, какие инструменты работают. Что если вы примете решение о рождении ребенка, то посмотрите, какое огромное количество мер поддержки на сегодняшний день реализуются государством. Где-то они совершенствуются, вот как у нас, допустим, вы знаете, с 2018 года есть такая мера поддержки при рождении первенца. Когда малообеспеченная семья, если у нее доход был ниже полуторакратного прожиточного минимума, то мамочка, находясь в отпуске по уходу за ребенком, кроме основных средств, которые она получает по работе, детских пособий, получала, так называемые, как у нас народ говорит, президентские выплаты, порядка 11 тысяч в течение полутора лет. То есть целый год такой проект реализовывался, подведены итоги, и мы видим, что и это принято решение на уровне правительства, что такой проект надо распространить на большее количество семей, уже захватить не самых малообеспеченных, а выйти на средний уровень. И с 2020 года теперь выплаты первенцам будут предоставляться, во-первых, до трех лет, и во-вторых, тем семьям, кому средний душевой доход не превышает два прожиточных минимума. Ну это семья из трех человек, два прожиточных минимум порядка 26 тысяч на человека, количество семей, конечно, станет больше. Плюс до трех лет уже мамочка, если она с полутора годовалого возраста, не все принимают решение ребенка отдать дошкольное учреждение, то имеет возможность до трех лет сидеть в декретном отпуске, осуществлять уход. То есть выплата поработала год, и по истечению года уже было видно, что надо изменить. То же самое, наверное, надо говорить по вот этим дополнительным мерам, которые также направлены на рождение первенца. Это единовременная выплата при рождении первенца. Она у нас в области составляет 23 тысячи. То есть родился в семье первый ребенок, вне зависимости, какой у тебя доход, женщина может получить, или семья получает 23 тысячи. Это такая вот единовременная помощь. Наталья Викторовна, ну давайте перейдем к людям старшего поколения, потому что действительно проект демографии, он касается и семьи с детьми, да, и, естественно, людей, которые постарше. Вот для них, что, какие меры поддержки введены, и вообще каким образом будет увеличивать продолжительность жизни, потому что это очень непростая задача. Да, нацпроект демографии. Начинаем говорить про детство, это далеко уходит, и можно очень долго про это говорить. Ну, действительно, есть подпроект или региональный проект «Старшее поколение». В рамках «Старшего поколения», конечно, сделан особый акцент на профилактике заболеваний. Для этого мы в область, и в течение года, наверное, кто отсматривает новостные ленты, приобрели мобильный автотранспорт для организации мобильных бригад. На сегодняшний день 13 автомобилей у нас уже поставлены в наши учреждения. В основном они выезжают в сельские поселения для того, чтобы обеспечить доставку лиц в возрасте от 65 плюс и выше в районную больницу, где для них уже организована работа бригад медицинских по обследованию их состояния здоровья. Кому-то, конечно, нужен дополнительный углубленный уход, кому-то назначают лечение, потому что, ну, понятно, что здоровье уходит на второй план, не всегда могут сами доехать, где-то откладывают этот процесс. А когда за тобой приехали организованно, предупредили, привезли в больницу, увезли в больницу, вот за месяц работы мы уже видим и положительные отзывы, и спасибо нам говорят за то, что такую работу в принципе организовали, потому что для старшего поколения, конечно, на первый план всегда выходит здоровье. И пекутся они о нем больше, и внимания они ему больше уделяют. Поэтому вот это одно из направлений работы со старшим поколением. Конечно же, вы знаете, у нас большая сеть, сеть наших стационарных учреждений, где, ну, никому не секрет, проживают наши одинокие, престарелые граждане, которые в силу каких-то семейных обстоятельств не могут проживать в семье, каких-то заболеваний не могут проживать в семье. И наша цель, цель органов соцзащиты – создать комфортные и качественные условия проживания, потому что одна из целей у нас в проекта «Демография» – увеличение продолжительности жизни. Нам надо каждого человека вернуть к полноценной жизни, чтобы у него было желание жить долго, счастливо и активно. То есть чем активнее жизнь, тем действительно дольше продолжительности. А тут и сразу выходим на следующий региональный проект. Ну, конечно, этим проектом занимается у нас спорт, активное долголетие. Да, и это уже совершенно другое развитие. Наталья Викторовна, вам спасибо огромное за интересную беседу. Я надеюсь, у нас еще будет повод встречаться в течение года и более подробно рассказывать о разных этапах реализации этой программы. Спасибо вам. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Киселева, министра социальной защиты населения Амурской области. Вы смотрели «В центре внимания». До встречи в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.